В зале суда практически нет свободных мест. Резонансный процесс над Мозорским детоубийцей привлек внимание многих средств массовой информации. В качестве пострадавшей стороны 36-летняя Анастасия. Женщина, которая 31 января этого года в одночасье потеряла сразу двух своих детей – 17-летнего Влада и 9-летнюю Киру. Обвиняемый – бывший муж, безработный, 1977 года рождения. Ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, неоднократно – к административной. Злоупотреблял спиртными напитками, дважды предпринимал попытки суицида. После формального расставания супруги жили отдельно. Из трех детей старший ушел с матерью, а двое несовершеннолетних остались по месту прописки с отцом. Напомним, 31 января 2016-го изрядно выпивший мужчина в своей квартире ударил сына молотком по голове, после задушил. Затем расправился с младшей дочерью. После этого он приехал на съемную квартиру супруги и рассказал ей об этом. Затем сообщил об убийстве в милицию и выпрыгнул с балкона четвертого этажа, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Однако выжил и сейчас предстал перед судом. Кстати, согласно заключению экспертизы, обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Так как в ходе разбирательства будут озвучены обстоятельства интимного характера, суд принял решение, чтобы процесс был закрытым. Поддержать Анастасию во время морально непростого заседания пришел нынешний друг Владимир Апольский. По его словам, бывший супруг использовал детей для шантажа. Таким образом он хотел ее вернуть. Любил, я не спорю, любил, но любовь была такая своеобразная. То он их одевал под мост, топить малолетних этих детей, то вскрывал газ и звонил нам, что я вскрывал газ, мы летели, на самом деле был газ скрыт. За что он наказывал? Да, он наказывал Настю, Анастасию, чтобы она опять-таки манипулировала здесь, чтобы она к нему вернулась. Владимир говорит, что бывший супруг Анастасии патологически ревновал и не раз поднимал на нее руку. Начали мы вспоминать, я говорю, ну что она, я уже разбила со счета, какой раз у меня сломан нос, то ли девятый, то ли одиннадцатый. Там тела нет, там все в сраме, все в сраме. За это преступление предусмотрена в том числе и высшая мера – смертная казнь. Однако Владимир уверен, что для обвиняемого Кирилла самое страшное наказание – это с этим жить. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.